Всем здорова, господа и дамы! Новый обзор книги. Сегодня у меня Оруэл Джордж, по-моему, или Джон, по-моему, ну, наплевать, короче, Оруэл, Скотный двор. Это, так сказать, логичное продолжение прошлого обзорчика про 1.9.8.4. Книга, опять же, хороша. Вообще хороша. Советовали мне ее, говорили ненавязчиво, что она, опять же, про Советский Союз. Ну, это и так само по себе понятно, что это ну, в какой-то, в каком-то принципе написано напротив, ну, в годы Холодной войны, соответственно, против Советского Союза. Это и много там свиньи, в общем. Рассказывается про то, как на одном скотном дворе жили-были животные, и вот они решили взбунтоваться. Они пели песню свободных животных, тварей Англии, вот, и как-то раз, совершенно случайно, поднялся бунт против хозяев, против людей, и они прогнали людей. Там Джонс был с работниками, пьянствовал, особо не следил за фермерством. В общем, прогнали под тем предлогом, что теперь будет супер, значит, строй, новое, это, как его сказать, течение политическое, новое учение его, скотизм, ну, и тому подобное. В общем, свиньи там взяли верх над животными, стали управлять, как бы оказались сами смышленными, сделали основные семь заповедей животных, флаг сделали, на котором было копыто и рог, ну, сами понимаете, серп и молот очень довольно-таки сильно напоминают. Ну, и там развитие, довольно трагическое развитие, которое, как вот и все книги у Ройла, очень емко, очень точно, буквально там 200 страниц, и она читается, ну, за раз эта книга очень интересная, быстро развиваются все события, и видно все разочарование и падение надежд в существующем мире, мире. В существующем мире наших правительств, наших революций, и пусть Оруэлл писал про Советский Союз, пусть он пытался как-то очернить тот строй, пусть он пытался рассказать, что, ну, там, правят свиньи, посмотрите, к чему это в итоге приходит. Несмотря на это, глядя вообще на все страны, на все революции, которые когда-либо в них происходили, начинаешь думать, что это стандартная схема, это схема не только Советского Союза, это схема любой практически страны, пусть она утрирована, пусть она какая-то там антиутопия, утопия, и пусть эта книга, которая дает огромное количество разочарования, возмущения, одновременно с тем, разве те люди, которые, те свободолюбивые животные, которые начинают петь твари Англии в момент, когда им не хочется жить так, как они сейчас живут, когда они понимают, что теперешнее правительство вообще не то, чтобы гроша выеденого не стоит, а стоит скорее гнать в шею пинками, поганой метлой гнать отсюда, потому что оно не защищает людей, не обеспечивает медицину, не обеспечивает нормальную армию, нормальные законы, нормальные условия жизни, оно только доит и доит, люди просто какое-то мясо для наживания денег, каких-то там буржуев и правящего класса, которому все можно, а людям ничего нельзя, это в любой стране так, и в нашей стране в принципе, пусть даже и нет сейчас этого так называемого скотизма, социализма, который там пытается, ну, Оройл, скажем так, передал, постоянно, постоянно такое ощущение, ладно, это я скажу наверняка попозже, в конце, в общем, очень такая правдивая книга, правдивая книга про весь этот мир, про управление, на самом деле можно черпать оттуда методы, простейшие методы управления, влияния, разделения сфер влияния, как там две свиньи, обвал, который вел за собой животных в бою против человека, и Наполеон, который в принципе тоже как бы предводительствовал, как они решили, кому будет принадлежать власть, когда обвал пытался каким-то умом взять, какими-то новаторскими идеями, призывом к людям, а Наполеон просто обучил девять псов, девять маленьких щенков воспитал, и они были готовы загрызть за него, и практически чуть ли не загрызли обвал, и потом все это лицемерие, когда из прошлых, из героев прошлого правящие люди, правящие там животные создают из бывших кумиров каких-то последних врагов, то же самое, что в книге вот «1984» очень сильно перекликаются две эти книги, и пусть, я говорю, обе были направлены против советского союза, сейчас в принципе уже и не обидно с одной стороны, с другой стороны ты смотришь, вот лично я, когда читал, смотрел на это немножечко сквозь улыбку, и довольно иронично смотреть, когда в принципе все те методы, которые использовали западные страны, в том числе эти книги Оруэлла, они в принципе сработали, потому что холодную войну они выиграли, вот, ну а сейчас, когда это относится к прошлому, можно над этим с одной стороны посмеяться, с другой стороны горько и обидно, что это относится так же к настоящему, как и относилось к прошлому, и пусть даже Оруэлл никогда не знал про Путина, и может быть не хотел писать про нас, про сегодняшних, но, к сожалению, его книга все так же актуальна, и вот бывает живешь, живешь, и иногда чувствуешь, чувствуешь себя бойцом на 12-м году жизни, и когда ты весной пытаешься наесться этой новой вылазящей зеленой травой, и только повторяешь и думаешь про себя, я буду, я буду работать еще упорнее, жена всегда права, президент всегда прав, я буду работать еще упорнее, работаю, не было но я буду работать